Пластичная замша, вспененная резина, ревелюр, фоамиран. Как только не называют этот популярный и уже полюбившийся многим мастерицам материал. Именно из него мы создадим шедевр под руководством Марины Палитровой. Здравствуйте. Фоамиран – это вспененная резина. Форму придаем мы при помощи нагревательного элемента, как утюг, либо зажигалки, либо свечи. И за счет этого нагрева резина наша, наш фоамиран, принимает любую форму, которую мы захотим ему придать. Можно сделать вот такие вот заколочки, украшения для девушек. Вот такие вот бутоньерочки, вот как здесь. Здесь используется техника сминания, то есть мы сминаем лепестки наши руками. За счет тепла наших рук мы придаем форму нашим цветочкам. Также можно сделать вот такие вот игрушки, поделки, сувенирчики. Это тоже все из фоамирана. Допустим, вот такие куколки, сувенирные ручки. Тоже все выполнено из фоамирана. Мы сделаем заколку гребень, вот на таком гребешке, по типу вот этой вот заколочки, вот с такими вот розочками. Нам сегодня понадобится фоамиран зефирный для изготовления вот таких вот лепесточков цветка. Также нам понадобится фоамиран иранский для изготовления листьев. Помимо этого нам нужны вспомогательные материалы, фольга для создания основы, проволока, на чем будут крепиться наши цветочки, масляная пастель, тейп-лента для обработки стеблечков. Помимо этого всевозможные инструменты, такие как ножницы, кусачки. Нам нужно вырезать небольшой кусочек фоамирана и истончить его при помощи утюга. Ложим наш кусочек фоамирана между двумя листами и проглаживаем. Воздух весь должен выйти. Для одного цветочка полноценного нам понадобится по шесть деталей каждого вида лепестков. Они все равные. Да, трех разных размеров. Это вот для цветочка. Наш фоамиран истончился, остыл. Мы все это снимаем аккуратно. Чтобы разметить наши детали на фоамиране, шаблон мы обводим зубочисткой. И остается у нас вот такой вот контур, по которому мы все это дело вырезаем. Обводить детали я предоставлю тебе, Татьяна. А я пока займусь изготовлением листочков для нашей заколочки. Это фоамиран иранский. С ним работаем мы совершенно по-другому. Вырезаем небольшой кусочек, берем губку, любую, можно даже для мытья посуды. Берем оттиск-молд. Фоамиран нагреваем на утюге. И быстро прижимаем нагретый фоамиран к молду. Получается вот такой вот оттиск, практически как живой лепесточек. По этому оттиску мы вырезаем детальки нашей листика. Первый мой цветочек, вот он, можно посмотреть. Он, конечно же, тоже похож на настоящий, но он далек от совершенства. Поэтому я все время учусь, учусь и еще раз учусь, чтобы достичь совершенства фонфлористики. Теперь на листиках наших нужно сделать небольшие насечки в виде зубчиков. Дальше мы их будем томировать при помощи масляной пастели. Мы берем темно-зеленую пастельку и тонируем серединку у листиков. Берем еще коричневую пастель. Делаем немножечко, оттеняем кончики листочка. Все это делаем тоже с двух сторон. Кстати, интересный факт ты рассказал, то, что эти цветы, оказывается, можно мыть, в отличие от других. Да, самое главное преимущество цветов из фоамирана, это то, что они не боятся воды и мороза. То есть вы можете спокойно пойти, купаться в море, в бассейн с цветочками из фоамирана, украсив себя, либо сланцы свои, и не бояться, что цветочек испортится. А еще, насколько я знаю, они экологически чистые. Этот материал вообще не вреден и рекомендован для использования в детском творчестве, как цветная бумага. В твоей мастерской, кстати, тоже часто слышен детский смех, и ты учишь деток этому искусству. Вот скажи, насколько это вообще легко для них, интересно? Бывают занятия, конечно, и посложнее, и попроще, но им всем всегда все нравится. Если в первое время они боялись утюга, горячего клея, то сейчас уже все привыкли, и ничего этого не боятся, и все время родителям говорят, можно я сегодня буду делать все сама, все сам, а ты здесь посиди в сторонке, не мешай мне, не помогай. То есть я считаю, что это уже большой прогресс. Насколько это направление в рукоделии сейчас развивается в Чебоксарах и, может быть, вообще во всем мире? Насколько это интересно людям, и какие перспективы? Ты об этом задумывалась? Ну, глядя на других мастеров, если взять, допустим, два года назад, фоамираном в нашем городе занималось от силы 2-3 человека. Так как появляются новые материалы, цветы становятся все реалистичнее и реалистичнее, люди видят это, и все больше народу желает научиться такому творчеству. И все больше и больше народу приходит. Девочки, которые приходят ко мне заниматься, они, допустим, все говорят, что в интернете очень много мастер-классов, но не всегда получается по ним сделать так реалистично, как получается на живых уроках. Как считаешь, может это перерасти в разряд искусства, вот из рукоделия в искусство, чтобы какие-то выставки уже масштабные проводить, чтобы это в музеях потом? Думаю, что да. А в музеях раньше тоже же делали цветы из шелка, из ткани. Почему бы и они выставлены в музеях, почему бы и с цветами из фоамирана не выставиться потом в музеи? Только они, наверное, долговечные, да? Да, так как они легко моются и чистятся по сравнению с цветами. Пока, наверное, не истлеют. Теперь мы приступаем к формированию формы наших лепестков. То есть берем наш затонированный лепесток, двумя большими пальцами начинаем выдавливать аккуратненько выемку в лепестке, в нижней части нашего лепестка, создавая вот такую вот бокаловидную форму лепестку. Затем мы берем верхнюю часть, которая у нас осталась неокрашенной, складываем небольшой гармошкой и ее начинаем так же, как мы делали с чашелистиком, переминать, прокручивать. И тоже, почувствовав, что он истончился и воздух весь вышел, мы раскрываем его. Вот, он уже стал совсем тоненький и с маленькими жилочками такими смятыми, как реалистичные. Дальше мы делаем, растягиваем край лепестка. Одну руку на себя, другую от себя. Небольшие волны такие получаются. Вот так вот. По всему периметру нашего лепестка, в верхней части. Вот такие волны. Еще раз углубление поправляем. Вот так мы поступаем со всеми лепестками. В общем, такая ромашка получилась. Немножечко вот так вот еще раз углубление, и получается опять та же самая форма. Фоамиран появился в жизни мастериц сравнительно недавно. Этот синтетический материал завозится в Россию из Ирана, где налажено его массовое производство. Реже из Китая. Из него делают буквально все. Цветы, украшения, куклы, объемный декор, 3D-рисунки, маски, фоторанки. Все существующие базовые 25 оттенков фоамирана природные. Это главная причина реалистичности созданных из него композиций. Этот материал уникален по своим свойствам. Обладает собственной памятью, сохраняет нужную форму, нетоксичен, поэтому часто применяется в работе с детьми. Также достоинством является его доступность и легкость в работе. С каждым годом разновидностей фоамирана становится все больше и больше, так же, как и техник работы с ним. Поэтому можно смело говорить о том, что у него будет долгая и яркая жизнь. Теперь можно начать сборку, когда все лепестки и листочки. У нас готовы. Для начала нам нужно создать основу, на которой будет собираться весь этот цветочек. Мы берем фольгу и формируем из нее бутончик в виде капельки. Значит, берем наш лепесточек, вкладываем в него нашу основу, таким образом, чтобы вот эта вот выемка как раз вот ложилась на наш кружочек. И, капая клей на боковую часть, плотненько укутываем нашу заготовку, стараясь так, чтобы фольга у нас спряталась за нашим лепестком и ничего не осталось. Затем берем следующий лепесточек и уже там, где у нас склеились две стороны лепестка, этой стороной мы вкладываем в центр следующего лепестка. Обязательно смотрим, чтобы у нас верх лепесточков все время был на одном уровне. И точно так же капаем клей и плотненько укутываем. Вот здесь вот, в основании, если очень много складок, можно их смело взять и подрезать. Они у нас все равно спрячутся и будут не видны. Но самое главное, чтобы было сверху все красиво. Марина, в основном же ты занимаешься цветами, у тебя очень много здесь представлено твоих работ. Вот у меня такое ощущение, что у тебя дома есть энциклопедия, которую ты открываешь. Так, сегодня я делаю вот этот цветок, завтра я делаю этот цветок. Есть такое? Или все-таки ты на каких-то видах определенных специализируешься, вот научилась и все, вот их только и делаешь? Нет. Честно говоря, раньше я вообще не знала практически, кроме роз лилии, там еще каких-то популярных цветов, никаких других цветов. Начиная учиться, вот с цветами заниматься, да, все вот это, стала изучать много разных цветов. Мастер-классы даются разные, появляются такие цветы, которые вообще первый раз в жизни слышишь, а потом начинаешь на них обращать внимание в флористических магазинах и видеть их в продаже, на которые раньше даже не обращала внимания, что они бывают. Хотя они действительно продаются, используются часто в букетах. Вот. Цветы разбираешь? Сколько же цветов пострадало? Сейчас, допустим, вот лето, так ждала я этого лета, столько много лепестков разобрала, засушила, подсчитала. Разобрано море цветов за это лето. Если в прошлом году я их просто разбирала, и все, так, посмотреть для себя, то в этом году я уже целенаправленно разбирала, фотографировала каждый лепесточек, записывала. Полный разбор цветка с оттенками. Часто пользуюсь книгой по цветоделию наших советских авторов по цветам из ткани. Очень популярные книжки такие есть, еще 80-х, 70-х годов. У них очень точные выкройки. Часто их использую. Вот у нас уже практически все готово. Осталось нам подклеить чашелистики. Все это сделать на литончике, то есть на стебелечке, и листики, и цветочки. И собрать в единую композицию. Что нам для этого нужно? Берем шило. Шилом делаем отверстие в нашем бутончике и в цветочках. Берем проволочку круглогубцы. Делаем небольшую петельку на кончике проволоки. Сжимаем ее, окунаем ее в клею и вставляем в наше отверстие, которое мы сделали при помощи шила. Затем берем чашелистик. В центре делаем отверстие. При помощи зубочистки промазываем небольшие участки нашего цветочка и плотненько вот так вот подклеиваем. Все стебельки, что у цветочков, что у листиков, мы все обмотали тейп-лентой, чтобы они были в тон нашему чашелистику и самим листиком. Теперь мы все это собираем в композицию и крепим на гребень. Вот что мы собрали. Получилась вот такая вот прекрасная композиция на гребне. Я думаю, если каждый будет уметь делать такие украшения, это будет очень здорово. Марина, честно признаюсь, твой мастер-класс поменял мое отношение к Фоэмирану. И я думаю, зрители тоже будут в восторге от этого мастер-класса. К сожалению, нужно прощаться. Наша программа подошла к концу. И до свидания. До свидания. Гости программы не перестают радовать. На этот раз гребень с композицией из РОС может достаться вам. Все подробности розыгрыша можно узнать в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом». Свои предложения по мастер-классам и заявке на участие вы можете оставлять там же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова